хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя александр сергеевич хорин хорин александр сергеевич какой год рождения 11 июля 1997 год сколько тебе лет сейчас 25 25 да мобилизировал мобилизировал из предприятия позвонили сказали табель номер закрытый но если знаешь куда идти и все так многие попали а родом откуда ну город свердловск луганской области и то есть ты пошел военкоман да ну пошел а куда-то вы все равно забрали бы хоть так вот так силой ну как или на улице поймали пришли бы домой повестку бы дали тут без разницы не угадаешь семья есть не не женат мама папа да родители есть оттязь зима и да но в сфердловске живут да да она предприятие каком ты работа на шахте шахтер да да а сколько платили ну 24 тысячи рублей вот так вот где-то когда мобилизировали 2 сотов выголя этого года а а сколько обещали платить здесь на войне вы видите поначалу так не говорили а потом 76 тысяч рублей это рядовому составу зашел в украину 24 февраля да не с 11 марта но никто не говорил куда повезут просто типа извините две недели полигона но я вообще до этого не служил типа говорили никуда отправлять не будет все типа срочная служба до этого ничего не говорили потом отвезли и все никто то есть ничего не знал с неподконтрольной территории завезли на подконтрольную украине где ну в харьковскую область получается это в марте да 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 а в плен когда взяли сентябре месяц вот долго вы должность какая у тебя было так вообще был снайпер но был прикомандированный в азотобеспечении то есть там помогал табачки ему то еще там тушенку от кого то есть таких боевых стычках не участвовал именно там на кухне крутился все время на кухне был да да в наряде а снайпер и ну а почему приписали снайпер ну как их получается при штабе же был а там сказали ну в наряд и все потом то есть там и остался прикомандировали там его зоне обеспечения остался а как взяли пен ну как скитались с товарищами неделю ну а потом крыльцы вышли там уже украинские войска были бы думал смысл нам хвататься то есть либо же передрягу попадем либо же какой-то скрутимся где-то зачем оно надо это все так называю лунаровской да были ты с лунаровскими да 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 я с россиянами не сталкивался а что ты говоришь не нравится тебе россияне у нас очень кажется у них свое было я с ними не разговаривали не заезжали то есть на базу никогда а смотри а родители где работают ну мать домохозяйка отец на шахте работа тоже шахтер да 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 а ты после школы сразу на шахты пошел или нет техникум равенковский а потом после техникума шахту техникум какой этот травеньковский мне с горной техникума страниц допустим тринадцатом году сколько те лет было не 15 пошло 15 техником и тринадцатом году сколько те лет было 16 получается 16 доlab чур учился в школе паспорта взял украинский нужно след получать да да есть но оно уже просроченный получается все на фотографию было плевать 25 лет а еще какие паспорта есть ланеровские все российский не получал хорошо вот ты помнишь эти все события тринадцатого четырнадцатого года ну да помню как тоже дома сидела как начало бахать все вот это было там наибахала так хорошо было слышно я говорю об этом референдуме и так далее вот это все да вот она особо внимания на этого не обращала референдум и не ходил а родители как-то родители тоже не ходили то есть родственников никто в референдуме не участвовал вообще вообще не родители не пытались выехать после этого всего что случилось но были в россии получается родственников три месяца потом вернулись и обратно а в россии где город армавир это краснодарский край какие-то близкие родственники ну по дедушке на линии получается а вот ты себя чувствуешь больше кем украинцам русским ну гражданин украины был получается по национальности русские национальность принципе не причукается везде сами понимаете есть и хорошие то есть и тут зависит от человека какой то есть какое ты такое отношение к тебе будет а вот за что ты воевал ну знаете я воевать в общем не хотел это же не говорили типа что на войну пошлются типа просто прохождение службы воинской это война для тебя они война за чего мне надо было участвовать это война для тебя это война то что сейчас происходит значит на данный момент да получается а как спецоперации то мне кажется вряд ли назовешь почему вы спецоперации это по-другому а война это когда уже прям ну начинается все это это есть разные спецоперации война а вот тебя призвали с предприятия родители что говорили когда призвали мы говорим родители все равно я пойду говорю не пойду повестку принесут домой а повестка то то есть все уже если расписался никуда не денешься и звонить будет и все равно элементарно выйдешь мусор руки у тебя хлеб купить сразу заберут ты знаешь о потерях до последних россиян я знаю потому что телевизор смотрим сто тысяч говорят называют число сто тысяч человек вот за что умерли эти все люди а получается что фактически положили все пришло все но там много мобилизированных как и я были даже младшие пацаны если даже так рассуждали могу умирать восемнадцатилетние умирали да ну вот этим числе 100 тысяч и думаю молодые по-любому есть начнем все такие что россия вот ты понимаешь зачем россия воюет они так особо новости раньше смотрю на сами понимаете новости ты смотришь но большая кольца голову забиваешь я никогда не смотрел новости эти не российские родители вот какие взгляды у них ну как мы за это войну говорится никогда не общались а ничего она же понимаете по теле по дну показывает а на самом деле другое происходит например ну а также говорили мобилизация просто идет да допустим вот нас вот тех кто не служил как срочников то есть попали как срочник уже мобилизировали на войну то есть это разные вещи обман получается и на полигон говорили на две недели так а кто на ну а украина ты понимаешь почему воюет даже сам сколько в украине пожелкается на жизни жаловался жил себя спокойно и плохо жилось в принципе до референдума все нормально было да да не то есть не жаловался жил себя спокойно да и все это как бы русским языком разговаривал всегда правда да в школе когда так учился только там стихи или что-то на украинском вот еще но притеснял кто-то русский язык а нет не притесняли ни украинский не русский то есть только хотел так и общался нормально было да да никто а вот это все что говорят там нацисты бандеровцы и так далее что это для тебя вы знаете тут ни одного почему-то нацисты бандеровцы не видел а кто такие бандеровцы у этого даже не скажу мы все украина только откуда-то бандересли украинцев все а нацист нацисты это войну были нацисты на данный момент их нету ну то есть они одного не замечал не в лагере не в сизо там ни одного нациста не было пропаганда есть пропаганда знаете она всегда была вот если даже до этого я сколько столетий назад сегодня все нас про на чего начиналась пропаганда все это говорится взгляды у кого-то разные вот просто ну такой вот и читаешь да ну прочитал там бабушки было неуловимый но это детектив такой бабушки окну книгу за всю жизнь ну да такие особенно такой фильмы смотрю так у книги редко когда-то какие фильмы но в основном боевики там рэмбо вот эти старые терминатор вот такой да вот такие старенькие боевики вот это все любили да 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 ужасы как прикрытить войну ну как я думаю первое что это стоит как говорится нужно остановиться бомбежка все это после это основного надо вот это вот закончить а потом все то есть говорится мирные люди ни при чем так ну а кто напал на украину ну получается видите как оно все тогда началось то получается от российского вот как мы даже заехали это то есть уже нападение считать было когда нас фальковского область завезли россия напала можно и так сказать получается по-другому скажешь по-другому сказать кто напал но если россияне мы заехали получается да что россия тогда началось ты имеешь ввиду 2014 году нет вот это с февраля вот это спецоперва ты помнишь вот 13 14 год ну то есть уже как бы сознательным был да все и бомбежки тоже все было бомбежки ну да за это тоже говорите пошли и украина там они одно говорит то есть менее разные люди были тоже они говорили ну да то получается с города там было слышно там бах и вертолеты два штуки летали тоже видела а украина за что бомбила ну ты говоришь что украина бомбил это так говорили люди по одни там что украины другие что россия тоже то мнение разные у людей были ну а ты что веришь это мне кажется то что украина ну вряд ли могла бы навряд ли да зачем вас война вот так говорится уничтожать донецкая и луганская область это же как бы украинские регионы а зачем россия эти области вот эту их не политика все она даже не скажу вам зачем он их не территории вот эти наши хочешь что-то украинцам сказать ну как гражданство оно ни при чем то есть русские то украинец как говорится главное всегда оставаться человеком я не в этом я украинцам что-то хочешь сказать ну да можно скажу так мы гражданские они должны никогда страдать все это мне кажется неправильно и народ ни при чем то есть украина она и была украина вот этих бандеров нациков я не видел не замечал только одних украинцев все а бандеры нацики даже не знаю кто это такие россиянам ну как я думаю тоже что все это неправильно вот ракеты запускают все то есть война это когда солдат против солдата идет вот этого называется война то есть по городу если попадает это уже не война а хуже но война это война и то есть это плохо когда солдат против солдата идет за что идет вот россия за что идет ты понимаешь никогда не понимался честно украина защищает свою землю получается так то они за правое дело получается так если то есть Даже я вот до мобилизиона пришёл, всё. То есть я пришёл на чужую территорию уже всё.